Приветствуйте всем моим косметоманчикам! Это мое первое парфюмерное видео и начинаю я его сразу с пустышки. Смотрите, у меня осталось на дне вот такого восхитительного аромата Love Up. Это фирма Ariflame линейка Feel Good. Это мой любимый по описанию. Естественно, других у меня из линейки не было. По описанию это мой любимый аромат из этой линейки. Он у нас пряный, восточный, цветочный. Здесь есть ноты сандала. Это сливовый такой аромат. Он такой многогранный. Но есть у него такой минус, что он нестойкий. Он крайне нестойкий. И нужно много пшиков, чтобы добиться того, чтобы вы вышли из дома и от вас не пропало. Это приятное благоухание уже буквально через пару минут. Нужно реально сильно напшикаться. Потому что пахнуть не будет ни для вас, ни для того, кто будет с вами рядом. Нужно будет прям принюхиваться, и вы не ощутите ничего. Если вы по жадненькому, пшикните разочек. Огромный минус такого восхитительного аромата именно в нестойкости. аромат настолько нежный, настолько сладкий. С этой вот перчинкой нежной. Цветочный аромат. И восточный, он относится к восточным тоже. Я очень люблю. Раньше я никогда не использовала духи. Для меня это было какой-то непонятный такой атрибут женской косметички. И я их использовала только когда-то давно. Будучи подростком, несколько раз я покупала сама себе. Возможно, несколько раз мне дадили, я не помню. Но так, чтобы на постоянке покупать или вообще иметь какую-то коррекцию, нет, у меня такого никогда не было. И вот такие духи. Это мне тоже подавили. Потому что сама по себе я не купила. Но мне настолько понравился аромат, мне настолько понравился эффект ухов. Мне понравились духи. Я люблю ощущать ароматы. Я в последнее время, может быть, я даже куплю себе что-то еще, что-то подобное. Потому что доступа к Reflame у меня нет. В свое время когда-то я не стала консультантом, чему, конечно, несказанно рада, потому что я бы не заказывала. Доступ есть у меня только купить в каком-то обычном магазине или заказать где-нибудь. Но к сетевым нет, мне нет доступа. В последнее время, почему я сказала, мне нравится ощущать ароматы. Они-то нравятся, и всем нравится ощущать ароматы. Но я начала ценить некоторые люди, потому что некоторые люди говорят, что после болезни они не ощущают ароматов месяцами. очень-очень много, от кого я слышала, из тех, кто переболел, такие отзывы. И я такая думаю, раз у меня все хорошо. А я не болела до сих пор. И, ну, как бы не планирую тоже. И мне бы хотелось оценить, вот вы вот скажите, идете ли вы по улице и видите чайную розу или жасмин, или еще какие-нибудь цветы, у кого-нибудь там в саду, или, ну, не важно где. Я всегда остановлюсь понюхать. Я не знаю, делает ли так кто-то еще. Мне, конечно, неловко. Это не очень. Ну, я человек не самый стеснительный на свете, но все-таки стеснительный. И бывает, я остановлюсь понюхать, насладиться ароматом и идти дальше. Я очень люблю ароматы жасмина. Я не знаю, что я могла бы себе купить. Я очень люблю ароматы жасмина. Я люблю аромат сирени. Но сирень... Своли мужика. Сирень, это обычно освежители всякие. И хвою я очень люблю. Я не люблю морские ароматы. Очень редко мне нравятся какие-то морские, свежие, огуречные ароматы. Я не люблю также мужские ароматы. Мужской аромат могла бы рассмотреть, но не стану, потому что мужские ароматы сюрприз, почему-то всегда дешевле. Вот вы рассматриваете, допустим, на каком-то сайте себе что-то присматриваете. Вы замечали, что мужские ароматы дешевле? Я замечала. Женские ароматы всегда дороже. Если это какой-то парфюмерный магазин, в обычных магазинах я тоже смотрела аромат. Вообще, по чем они бывают? Потому что, как вы успели узнать, я вообще не в курсе цен. Я не знаю, что сколько стоит, насколько что-то дорого или нет. Потому что для меня, не знаю, я бы за доллар прекрасно купила вот подобный флакончик. И для меня это было бы хорошо, но все духи гораздо дороже. Даже самые, так сказать, дешевые, в кавычках, потому что тратиться на аромат, я считаю, для себя нецелесообразным. Кто так делает, я, конечно же, не осуждаю. У каждого свой выбор, чужим кошельком я распоряжаться абсолютно не имею права. Но насчет какой-то люксовой косметики я бы, я вот, ну просто я ощущаю, и судя по всяким обзорам, которые я смотрю уже много лет, я не чувствую, что люксовая косметика декоративная стоит своих денег. Я вообще думаю, что однажды люди это смекнут, что все-все в бюджетной линейке всяких средств из декоративной косметики, по крайней менее, можно подобрать и купить себе все, что угодно, и нету никакого смысла тратить свои кровно заработанные на люкс. Получается, что девушка старается сильнее, работает больше, и в итоге за те же деньги она покупает себе какое-то средство, которое примерно так же наносится, так же работает, и примерно так же смотрится, но с той девушкой, которая не потратилась на это, и возможно, какое-то внутреннее самоощущение того, что ты купила что-то дорогое, оно есть, но самого смысла в этом не сильно много, потому что потратив больше усилий, заработав больше, потратив больше, возможно себя в чем-то уже в плане еды, вы получаете, не знаю, я бы сказала для меня то же самое, никогда бы не стала тратить средства на что-то дорогое, потому что для меня Риммель и Мэйберин это уже какие-то абсолютно неподъемные цены, но я даже на такое не вижу смысла тратить деньги, я посмотрела последнее время цены например на туши, которые все считают абсолютно копеечными бюджетными, на белорусские, они просто стали стоить каких-то космических денег, как-то все очень изменилось, цены изменились, я в последнее время как траволта такая туда-сюда и типа а что, где я спала это время, пока я покупала на своем Алиэкспрессе, цены просто взлетели до небес, на самом Алиэкспрессе в последнее время тоже взлетели до небес, в общем, я буду присматривать себе парфюмерию, может быть, я себе что-то куплю, если куплю, то обязательно покажу, что, сделаю видео со своими впечатлениями, сравню со своим предыдущим ароматом, как видите, опыт у меня небогатый, раньше, когда-то давно, когда я в подростковом возрасте покупала себе туалетную воду, духи у меня тоже были, да, духи я вспомнила, были тоже духи, и тоже мне их дарили, я помню, что это был примерно такой же сладкий, приятный, цветочный аромат, это такой аромат, который я сама себе покупала, очень похож на вот этот Loft Up, а духи я люблю восточные, тяжелые, такие цветочные тоже, это вот точно 100% мой будет аромат, если будет написано, что он восточный, цветочный, сандаловый, древесный, мускусный, вот это 100% мои ароматы, обожаю, и всем пока!